Сын Божий Но сатана, когда в пустыне подошел к Иисусу, он куда лучше, чем демоны, знал, что Иисус – это Сын Божий. Но он сказал, если ты Сын Божий, докажи. Сын Божий, сделай это и это. Если ты Сын Божий, ну покажи себя людям, сбрось себя вниз. Дай тебе власть всю, отдам. Поэтому вот задача сатаны. Бесы глупее сатаны намного. Они то, что видели, то и говорили. О, это Сын Божий. А сатана – хитрющая личность. Нет, ты не Сын Божий, а докажи. Ну сначала докажи мне, а потом поговорим. Потому сатана делает все, чтобы церковь обезличить, чтобы тебя обезличить. Сказать, ты просто веточка. Маленькая веточка с сухими листиками. И от тебя нет никакой пользы. То есть сатана обезличивает христианина в его глазах, не в глазах Божьих. Чтобы этот христианин ничего не сделал. Чтобы он боялся. Чтобы он сидел дома, смотрел телевизор. Чтобы он не шел туда, где горячо. Не шел туда, где изгоняют демонов. Чтобы христианин не шел туда, где нужна реальная польза от христианина. Чтобы он не участвовал в молитве, в ходательствах. Чтобы христианин не вел победоносную жизнь. Чтобы он сидел дома и просто смотрел интернет. Но на нас есть с вами миссия. Это не что-то такое большое. Это не цель нашей жизни. Просто одно из заданий, которые есть на нас, это вдохновлять тело Христа. Вы знаете, когда я пришел к Господу, и у меня были энкаунтеры, я отличался от других подростков, которые тогда вместе со мной покаялись. Я такой, вперед, завоевываем, всех демонов изгоняем, все болезни исцеляем. Города обходим, ставим колышки, покоряем вершины, ставим памятники Господу. И так далее, и так далее. Открываем порталы. И, конечно же, мне говорили, не нужно это. Это все не нужно, все по-другому в христианстве. Все тех резких движений не нужно. У тебя все это пройдет, подожди, годик-два, все успокоится, станешь как все. Но я понимаю, что благодаря вот таким действиям, таких людей, и в моей жизни были такие люди, которые всегда тебе говорят, нет, ты другой. Ты не такой, как тебе говорят, ты другой. Ты намного больше. Ты намного сильнее. Через тебя намного больше Бог может сделать. Вот благодаря таким людям, таким проповедникам, учителям, поднимаются сильные люди, которые действительно что-то меняют. И вот еще в 2010 году, когда у нас произошло пробуждение, и начали приезжать люди разные, и была критика. Была критика со стороны пастороп. Вот почему, что вы там называете это пробуждением. Я это знаю, потому что я получал все эти письма. И отвечал на них. Потому что это деликатная была тема, нельзя было кому попало отвечать. Нужно было очень красиво это делать. И я скажу вам, без вранья. У нас в поштом ящике было в месяц где-то полторы тысячи писем. Каждый месяц. И я их разгребал, сидел вечерами. Вот я правильно отвечал. И было не то большинство лидеров, что мы это называли пробуждением. Что люди к нам едут с разных мест Украины, за границей. И потом приезжают домой и начинают шатать в церковь. Нам нужно пробуждение. Нам нужно движение. Нам нужно как там, по-кровски. Нам нужно это. Знаете, и слава Богу, мы выдержали этот прессинг. И потом поехали пасторы. Я хорошо помню этот момент, когда у нас в 2013 году, через два года пробуждения, зимой. Мы брали тогда 40 дней для Господа. Или 90 дней, не помню, для прорыва. И тогда начали выходить демоны. С многих людей и с лидеров именно. То есть мы это не заказывали, не просили. Мы это как-то каким-то образом не добивались этого. Просто в какой-то момент это произошло. И тогда приехало большое количество пасторов. Вот кто у нас, помните, с Покровской, что стоят пасторы, много пасторов стоит. И мы изгоняем с них демонов. И потом со мной пасторы делились. Я никогда не думал, что это может быть. Я никогда не понимал, что это может быть, пока это не проявилось. И это проявилось. К чему все это рассказываю я? Всегда должен кто-то идти на шаг впереди. Чтобы другим говорить. Идите сюда. Идите вперед. Потому я хочу вот о чем помолиться сейчас. Чтобы мы не догоняли, а шли на шаг впереди. Знаете, это не связано никак, ни с гордостью, ни с чем. Это называется лидер. Не в негативном, а в позитивном смысле. Кто лидирует? Кто на беговой дорожке, как апостол Павел говорил, «Я бежал так, чтобы первее всех добежать». Это не являлось гордостью, то, что он так мыслил. Он так трудился и так действовал, чтобы получить венец, забрать награду. Это разве гордость? Прибежать первым, получить первым венец, награду. Потому это хорошо, когда ты не догоняешь, а идешь впереди. Об этом я хочу молиться сейчас. По хорошей традиции. Давайте поднимемся вместе. Я совершу молитву. Я думаю, не все слышат язык, на котором я говорю. Но кто-то меня слышит. Кто-то понимает язык, на котором я говорю. И еще с тех пор, когда я только уверовал, я для себя взял цель. Я не скажу, что я всегда добегал первым, я всегда добивался всего. Но я поставил цель, и я от нее не отхожу. Быть хотя бы на одну стопу впереди, на этой дистанции. Хотя бы на полшага, но быть впереди. То есть получать раньше что-то от Господа. Видеть больше что-то. Участвовать в чем-то большем. Рисковать в чем-то больше. Идти первым куда-то, где какая-то духовная битва, чтобы первым увидеть там славу Божью. Не бояться новаций. Не бояться новых вещей в христианстве. То есть быть на полшагах хотя бы впереди. Я вам расшифровываю, что я хочу сказать. И вот такое хождение, вот такое христианство, оно очень сильное. Это когда на одной, на беговой, как называется, треке, четыре бегуна, и каждый старается не отставать. и один другого подстёбывает в хорошем смысле. И если мы так будем с вами относительно знамений, чудес, силы Божьей, славы, будем так действовать, мы будем очень хорошо прогрессировать. Я буду молиться сейчас. Господь всемогущий, я знаю, что нам не нужно отставать. Нам нужно быть как Иисус, который пришёл и бросил вызов той вере, которая была в то время. Он пришёл и поломал всё то понимание духовности, которое было тогда. Так что удивлялись люди, что Он учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющие. Это было очевидно. Его служение отличалось. И Он для нас, для наш Господь Иисус, большой пример. Его ученики для нас большой пример. Они не были там в хвосте, они не плелись. Они принесли новые стандарты, они принесли жизнь. Они принесли эту новизну. Они возродили настоящее служение силы, настоящее служение Слова, настоящую веру. Господь, и в наше время мы все нуждаемся также в этом, чтобы не отставать, чтобы быть впереди, чтобы быть впереди ради больших побед, не ради личных достижений или ради какого-то соревнования, ради того, чтобы больше Твое царство распространялось, больше Твоя церковь крепла, больше христиане поднимались с колен, поднимали все оружие Божье, шли и разрушали дела дьявола. Поэтому я молюсь о каждом, кто сегодня на распутии, о каждом, кто сегодня размышляет, какой путь ему выбрать. Я молюсь о вас, чтобы вы выбрали путь этого лидера, пионера, того, кто идет впереди, проводника, того, кто поднимается первый вверх, того, кто бежит первым, того, кто двигается первым, того, кто углубляется глубже, поднимается выше, расширяется шире. То есть я говорю о духовных вещах. Я молюсь о таких людях, чтобы вы выбрали именно такой путь. Быть человеком, который прокладывает следы, а не только идет по следам других. Будьте таким человеком. Вы получите большую награду. А здесь вы увидите больше чудес, чем все те люди, которые идут по следам уже. и я закончу вот чем эту молитву. Однажды это было очень сильно, так что оно в крови моей. Мы поклонялись. Это было долго, может быть, два часа. И я выключился. Я чучился в пустыне. Я это уже рассказывал. Но я хочу, чтобы еще кто это услышал. И я очутился в пустыне. Это было очень удивительно. Я чувствовал жарко. Я был мокрый. Думал, как такое может быть? Я шел, у меня песок в обувь падал. Я думаю, неудобная обувь. как я здесь очутился. Я думаю, я сейчас выйду немного и будет что-то там будет. Земля какая-то. Я иду, а ничего нету. Жарко, невыносимо. Иду, а никаких нет ориентиров. Ничего. Я еще иду бархан за барханом, прохожу. Никаких ориентиров. Нигде, ни столбика, ничего. Куда идти? И я понял, что это бесполезно. Здесь можно умереть просто в пустыне. Можно ходить, ходить и ходить до бесконечности. И я начал тогда молиться. Я говорю, Господи, как здесь найти выход? Я не вижу никаких ориентиров. Я услышал. Один, ты не выйдешь отсюда. я буду направлять себя. И ты будешь знать, куда идти. Я, зачем все это? Я услышал, посмотри назад. А я до этого не смотрел назад. Я посмотрел, а остались мои следы. и там вдалеке какие-то черные точки. Господь сказал, по твоим следам будут эти другие. И я тогда понял, что это хорошо, чтобы тебя вел Господь, а ты оставлял следы для кого-то. я молился о том, чтобы вы были человеком, кто ставит следы, прокладывает путь. Аллилуйя. Скажите, я такой человек. Я первый. Аллилуйя. Я не в хвосте. Я первый. Я Я